Здравствуйте, я психолог Ирина Славьёва, это проект «Дано мне тело». Я сейчас нахожусь в предгорьях Альп в маленьком швейцарском городке Хайдене. Я приехала сюда учиться на семинар по биосинтезу к основателю метода Дэвиду Боделли и его супруге, возглавляющей сейчас институт биосинтеза, Сильвии Шпехт Боделла. И я предлагаю сегодня поговорить о саундинге. Саундинг – это очень важное понятие, которое есть в биосинтезе и в целом в телесно-ориентированной психотерапии. Что такое саундинг? Вот помните сказку про русалочку Ганса Христиана Андерсона? Русалочка была влюблена в принца, и она отдала свой голос для того, чтобы быть с принцем. Но она думала, что после этого она будет с принцем. Это очень красивая метафора того, что происходит с ребёнком в детстве. Метафора того, что такое саундинг и почему он нарушается. Саундинг – это право говорить, это право выражать себя через звук. Обратите внимание, это и невербальное выражение через звук. Вот то, что, например, у маленьких детей происходит, когда мы-э-э, это мы-э, когда-то означает, я хочу кушать, мы-э, когда-то означает, мне холодно, мы-э, когда-то означает, обрати на меня внимание. Есть также, естественно, вербальное выражение себя, то есть через слова. Это возможность экспрессии, возможность что-то выражать в мир, звучать. Вот, и маленький ребёнок, он в этом свободен, но в процессе воспитания он сталкивается с разными реакциями. А для ребёнка самое важное – сохранить контакт со значимым взрослым, потому что человеческие детёныши беспомощные и в одиночку не выживают. И для ребёнка лишиться контакта – это самое страшное, вернее, самое страшное – это смерть, а на втором месте это лишиться контакта, потому что это означает смерть просто немножечко отсроченную. Ну, как в джунглях, ребёнок не выживет в одиночку. Поэтому ребёнок во время сохранения контакта со значимым взрослым, он начинает приносить себя в жертву. И когда ребёнок звучит невербально или вербально в словах предъявляет себя, извне могут быть очень разные реакции – позитивные и негативные. Когда ребёнок сталкивается с негативной реакцией, например, он злится, он кричит, например, «А, вы плохие, я вас не люблю, на нену шапку иду на северный полюс», и сталкивается с негативной реакцией, например, «Так, бери шапку и уходи», и там есть родители, которые после этого выталкивают ребёнка за дверь. Или говорят, «Как ты вообще смеешь говорить нам такие слова?» или начинают орать на ребёнка в ответ. Или регулируют ребёнка не через стыд, как тебе не стыдно такое говорить, а, например, через страх отвержения. Когда мама говорит, например, «Нет, это я сейчас от тебя уйду», и ребёнок в страхе. И ребёнок сталкивался с опытом, был саундинг, звучание, предъявление себя и негативная реакция. И оп, ребёнок берёт и бессознательно перекрывает саундинг. То есть ребёнок запрещает сам себе предъявляться, чтобы в следующий раз не было негативной реакции. Это детская история, эпизод или серия повторяющихся эпизодов. Забывается, он вырастает, он уже взрослый, а вот эта реакция бессознательно «Молчи!» она остаётся. И у многих взрослых людей есть проблемы с саундингом, то есть с озвучанием, предъявлением себя. Как мы с вами можем это понять? Какие признаки того, что у человека проблемы с саундингом? У него проблемы с голосом. Голос слишком тихий или, наоборот, слишком громкий. Орёт, как будто не может остановиться. Обратите внимание, компенсация запретов. Мне запрещали, зато теперь я поору, позвучу, все меня заметят и обратят внимание. Говорит слишком тихо или слишком громко. Может быть, заикание, логоневроз, который включается именно в каких-то сложных стрессовых ситуациях, когда возникает волнение. Дальше. Могут возникать проблемы с голосом, когда человек говорит именно об определённых темах. Вот про всё может, а про что-то он не может. Или в ситуациях определённого типа. Вот совершенно прекрасный фильм есть с Колином Фертом, по-моему, «Король говорит». Когда была необходимость публичных выступлений, выступлений по радио, в том числе, у короля. А он не может, у него пропадает голос, он заикается, он не может сказать. Очень хорошие фильмы. И на самом деле, вот тот специалист, который с ним работал, выяснилось потом в конце фильма, что он не был профессионалом, но просто он дал очень хороший психологический контакт и помог справиться с психологическими проблемами. И там даже выяснилось, откуда это родом. Были проблемы с няней, то есть няня плохо обращалась с детьми, и вот возникла такая проблема. Можно сказать, что здесь завернулся кран, и он больше не может открыть. Дальше, когда проблемы с саундингом, у человека могут быть проблемы с горлом постоянные, частые ангины, тензелиты, першение в горле, вот такое. Кашель – это такая агрессивная реакция, не подходи, получается, как выражение агрессии, как обозначение своих границ. Это может быть напряжение сзади в шее, и из-за этого могут быть головные боли, головокружение, потому что напряжение шеи в заде, сзади нарушает кровоснабжение головного мозга, и очень серьёзные проблемы, особенно с возрастом, могут наступать, и это очень серьёзно. Дальше, когда шея напряжена, идёт напряжение на шее, то есть обязательно тогда меняется осанка. Как любой врач скажет, на самом деле не только врачи, это на уровне здравого смысла понятно, что если у человека нарушена осанка, то у него могут возникать самые разные проблемы со здоровьем. У него неправильный тип движения возникает, проблемы с походкой, то есть не только в статике, когда осанка нарушена, но и в движении тоже. Движение становится неоптимальным. Дальше, когда проблема с саундингом, человек не может выражать своё мнение, он не может про что-то важное, значимое сказать. Или наоборот, есть люди, которые постоянно говорят своё мнение, я, я, я считаю, я думаю, помните, в мультфильме, давайте спросим у пугая, да, спрашивайте меня, спрашивайте. Дальше, проблема с саундингом, когда человек говорит путанно, вот скачет с одного на другое. Вот, или речь у человека может быть слишком обильная такая, или слишком сжатая, краткая, да, как у Бабеля говорит кратко, но говорит смачно. Вот есть люди, которые слишком коротко говорят, и даже невозможно понять, и у них приходится уточнять, а ты это имеешь в виду, или это, а что здесь? Нет, поясни, расскажи мне, непонятно, что ты имеешь в виду. То есть их приходится вот поощрять вот к большему, да, вот такому расширению. Вот, так что проблемы с саундингом, это проблемы такие очень частые. Вот саундинг, как технический приём в биосинтезе, в других направлениях телесно-ориентированной психотерапии, что это? Это работа с голосом, работа со звучанием, когда мы поощряем клиента звучать, когда мы расслабляем горло, шею, тогда высвобождаются плечи, восстанавливается осанка, голос становится более гармоничным, уже снижаются или уходят вот те проблемы с горлом, шеей, какие были. Что можно делать себе, самим собой, да, вот, чтобы помочь, помочь себе с этой проблемой? Важно понимать, вот, что за проблемами с саундингом, за этой пережатостью всегда есть запреты на определённые эмоции и на выражение себя. Поэтому, когда вы делаете какие-то упражнения, то очень хорошо прислушивайтесь к своим эмоциям, какие-то эмоции будут подниматься. То есть, если, например, вы издаёте какие-то звуки или поёте, то очень важно понять, какими эмоциями это сопровождается. Например, пение, вокализация, конечно, они очень хорошо помогают вот расслабить горло, помогают людям с проблемами саундинга, но само по себе пение не решает эмоциональных проблем, поэтому важно понять всё-таки, какие эмоции стоят вот за этими проблемами, застрявшими в горло, можно сказать. Итак, упражнения, которые вы можете попробовать делать самостоятельно и каким образом вы это делаете. Вы устойчиво садитесь, глаза открыты, стопы примерно на ширине плеч, настройтесь на себя, ощутите устойчивость. Во время упражнений глаза лучше оставались открытыми, потому что могут подняться сильные эмоции, но чтобы вас эмоции не захлестнули, чтобы вы были осознанными в контакте с собой, в контакте с тем, что происходит. Итак, упражнение первое. Когда вы выдыхаете и просто озвучиваете свой выдох любым звуком, например, ху или ху, что здесь важно? Вам не надо углублять дыхание, форсировать как-то ху-ху-ху-ху дышать. Нет, не надо. Вы дышите, как обычно. Не должно быть гипервентиляции, то есть слишком интенсивного дыхания. Вы дышите, как обычно, и просто добавляете звук. И ощущаете, как при этом горло может раскрываться, расслабляться, и какие эмоции у вас при этом возникают. Каждое из упражнений делайте 10-15 минут. Следующее упражнение, которое вы можете делать, спонтанная вокализация, то есть попробуйте ощутить в себе импульс к звучанию, который рождается, и попробуйте позвучать, спеть определенную мелодию спонтанную. Не надо иметь музыкального образования, не нужно иметь способности к пению. Это просто какая-то мелодия, звуки, которые рождаются изнутри, вы их себя выводите. Ощущайте, какими эмоциями эта мелодия заряжена. Может быть, она какая-то боевая, это больше про активность, про агрессию какую-то, а может быть, это что-то про печаль, которая выходит из вас. И прислушивайтесь, что это из эмоций, и с чем они связаны. Такие причины за ними стоят. Третье очень хорошее упражнение, которое вы можете делать, вы представляете, что внутри у вас в шее находится магический кристалл. Особенно это хорошо для людей, у которых ощущение суженности в горле, спазма, у них проблемы глотания, кома в горле. Вы представляете, как будто в горле находится волшебный кристалл, и своим магическим светом он начинает расширять пространство внутри горла, настолько, насколько вы к этому готовы. И то напряжение, которое есть, оно как будто потоком из вас выливается, выливается, выливается. И прислушивайтесь к себе, что в этом напряжении, какие-то эмоции, какие-то воспоминания, что за этим ставят. Еще одно хорошее, очень интересное упражнение, как игра. Вы представляете, что ваша шея – это лифтовая шахта, и вот туда-сюда может ездить лифт. Поиграйте, какого размера лифт, с какой скоростью он ездит, вот ему легче вниз или легче вверх, легко ли у него открываются двери. Вот лифт едет наверх – это право на экспрессию, выражать себя, предъявлять себя. Лифт едет вниз – это право принимать что-то из мира. Вот кому-то легче что-то выражать, кому-то легче что-то принимать. Ну, есть счастливчики, которым легко и то, и другое, а есть люди, которым сложно и принимать, и выражать. Вот поиграйте с этим лифтом, с образом лифта, и с ощущением, как вот этот лифт туда-сюда ездит, туда-сюда ездит. Вот. Это может вам помочь, и вы можете трансформировать этот образ. Например, если лифт никак не может поехать по лифтовой шахте, может, вы можете как-то ему помочь, вот, как-то сделать чуть больше воображения лифтового шахта, вот чем-то смазать его, да, определенным образом. Вот. И что еще важно, да, для того, чтобы увеличить свое право вот на экспрессию чувств, контакт со своими чувствами, право на экспрессию чувств, важно проговаривание. Вы можете попробовать потренироваться сами с собой, просто вслух поговорить. Например, я злюсь, я обижаюсь, я тревожусь. Есть люди, у которых настолько задавлено вот это выражение чувств экспрессии, что даже сами с собой они не могут сказать, я злюсь, я обижаюсь. Потренируйтесь, вы можете просто про это поговорить, вот, а потом вы можете больше в свою жизнь это интегрировать. И в какой-то ситуации, когда вы испытываете сильные чувства, вы можете про это говорить, вот, вы можете свои чувства озвучивать. Всего вам доброго. Большой привет из Хайтана. Это была психолог Ирина Славьева и проект дано мне тело.